Возвратные глаголы Два предложения Мама одевает и причесывает дочку Мама одевается и причесывается Давайте сравним глаголы в этих предложениях Пара глаголов из первого предложения Одевает и причесывает Обозначают действия, направленные на другой объект В данном случае на дочку Пара глаголов во втором предложении Одевается, причесывается Обозначает действия, направленные на самого говорящего То есть на самого себя И это нам подсказывает частичка «ся» В конце этих глаголов Эта частичка в нашем учебнике называется суффиксом Запоминаем Глаголы с суффиксом «ся» и «с» называются возвратными В неопределенной форме возвратные глаголы отвечают на вопрос Что делать, что сделать Одеваться, причесываться Перед суффиксом «ся» в возвратных глаголах В неопределенной форме всегда пишется мягкий знак Купаться, радоваться, здороваться В возвратных глаголах второго лица единственного числа Мягкий знак также сохраняется Купаешься, радуешься, здороваешься Потренируемся образовывать возвратные глаголы Образуем возвратную форму глагола Радовать – радоваться Учить – учиться Мирить – мириться Следующее упражнение Найдем и подчеркнем возвратные глаголы Извинить друга – извиниться перед сестрой В этой паре словосочетание возвратный глагол «извиниться» Беспокоиться о брате – беспокоить бабушку В этой паре возвратный глагол «беспокоиться» Прочитайте предложение Учиться всегда пригодится Давайте назовем возвратные глаголы Правильно, это слова «учиться» – пригодиться Одно из этих слов написано с мягким знаком, а другое без мягкого знака Как понимать, в каких случаях мягкий знак надо писать, а в каких он не нужен Чтобы не ошибиться в правописании таких глаголов, нужно задать вопрос Что делать? И посмотреть, есть ли в вопросе мягкий знак Если в вопросе мягкий знак есть, значит – и в глаголе мягкий знак тоже пишем Что делать? Учиться Что сделает? В вопросе мягкого знака нет Значит, и в глаголе мягкий знак не пишем Пригодится Давайте обратимся к правилу в учебнике. Страница 104, 105. Не пишется «ся». Правописание «ся» и «ся» в возвратных глаголах – это орфограмма. Попробуем применить правила и правильно написать строки из стихотворения. А где продается такая кровать, чтобы рано ложиться и поздно вставать? Назовем возвратные глаголы. Продается, ложится. Зададим вопрос. Что делает? Смотрим на вопрос. Продается. Раз в вопросе мягкого знака нет, значит и в слове «продается» мягкий знак не пишем. Что делать? Ложиться. Раз в вопросе мягкий знак есть, значит и в глаголе мягкий знак тоже напишем. Правильный вариант записи этого предложения выглядит вот так. А теперь потренируемся образовывать и правильно писать формы глаголов. От глаголов неопределенной формы нужно будет образовать форму второго лица единственного числа и форму третьего лица множественного числа. Первый глагол «прощаться». Задаем вопрос. Что делать? Прощаться. Пишем с мягким знаком. Второе лицо единственного числа. Что делаешь? Прощаешься. Мягкий знак перед «ся» сохраняется. Третье лицо множественного числа. Что делают? Прощаются. Пишем слово без мягкого знака. Следующий глагол «радоваться». В неопределенной форме пишем с мягким знаком. Радуешься тоже с мягким знаком. Радуются пишем без мягкого знака. Теперь поработаем с глаголом второго спряжения. Учиться. В неопределенной форме пишем с мягким знаком. Во втором лице, в форме второго лица единственного числа тоже с мягким знаком. Третье лицо множественного числа. Что делают? Учатся. И поработаем с предложениями. Слухами земля полнится. Найдем здесь глагол. Глагол «полнится». Задаем вопрос. Что делает? Мягкого знака в вопросе нет. «Нет». Значит, и слово пишем без мягкого знака. «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Глагол в этом предложении «умываться». Задаем вопрос глаголу «что делать?» В вопросе мягкий знак «есть». Значит, и слово «умываться» пишем с мягким знаком. Следующее предложение. «Друг познается в беде». Глагол «познается». Задаем вопрос. Что делает? В вопросе мягкого знака нет. У глаголя мы его тоже не пишем. И последнее предложение. Три братца пошли на реку купаться. Глагол «купаться». Что делать? Мягкий знак «видим». Значит, и слово «купаться» тоже пишем мягкий знак. Чтобы правило легче запомнилось, предлагаю небольшое стихотворение. Чтобы не думать, не гадать, нужно ли мягкий знак писать? Надо помнить, что к глаголу должен ты вопрос задать. Мягкий знак в вопросе «есть», то хвала ему и честь. Нужен он в глаголе. Так всегда учили в школе. Итак, на сегодняшнем уроке мы с вами выучили, что глаголы с суффиксом «ся», «с» — возвратные. В возвратных глаголах перед «ся» буква мягкий знак сохраняется в неопределенной форме глагола и в форме второго лица единственного числа. Проверять надо с помощью вопроса. И предлагаю следующее домашнее задание. Надо выучить правила на страницах 102 и 104 и выполнить упражнение 227 устно, а письменно — 219 упражнение. В этом упражнении нужно прочитать предложение и выбрать для глаголов или букву «т», или буквосочетание «ть». Объяснить свой ответ, списать, вставляя пропущенные буквы. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Давайте наш урок сегодня начнем с пожелания добра и здоровья друг другу. Ребята, были ли у вас когда-либо по поводу написанного слова или посчитанного вами примера сомнения? Несомненно, были. Как же исправить ошибку? Как развеять ваши сомнения? Надо научиться проверять. Тема нашего сегодняшнего урока — повторение, проверка действий умножения и деления. Нам надо вспомнить способы проверки действий умножения и деления, использовать знания о взаимосвязи между умножением и делением при проверке этих действий. Рассмотрим взаимосвязь между действием умножения и деления. 8 умножить на 4 равно 32. Если мы 32 разделим на второй множитель, мы получим 8, первый множитель. Если мы произведение 32 разделим на первый множитель, мы должны получить второй множитель. Из одного примера на умножение можно составить два примера на деление. Если вы произведение делите на первый множитель, получаете второй. Если делите на второй множитель, получаете первый. Запишем произведение двух чисел в виде формулы. А умножить на B равно С. Произведение С разделить на второй множитель B, получим первый множитель А. Произведение С разделим на первый множитель А, получим второй множитель B. Рассмотрим это на примере многозначных чисел, потому что вместо букв А и Б можно подставить любые числы из числового ряда. 307 умножить на 24 будет 7368. Из этого примера на умножение составляем два примера на деление. Произведение 7368 делим на второй множитель 24, у нас получается первый множитель 307. Если мы произведение 7368 разделим на первый множитель 307, мы получаем второй множитель 24. Проверка делением дважды причем показала, что пример на умножение мы сделали правильно. Пользуйтесь, пожалуйста, ребята, этим способом проверки. Существует еще один способ проверки действия умножения. Рассмотрим формулу. А умноженное на Б равно С. Поменяем местами множители. Б умноженное на А дают то же самое произведение. Значит, переместительный закон умножения можно также использовать для проверки действия умножения. Мы увидели, что пересместительное свойство умножения можно также использовать для проверки действия умножения. Рассмотрим это на примере. Триста пять умножить на двести двадцать четыре. Четыре на пять – двадцать. Ноль пишем, два переносим. Два – двенадцать. Умножаем на десятки. Два умножить на пять – десять. Ноль пишем, один запоминаем. Ноль умножить на два будет ноль. И один будет один. Три умножить на два будет шесть. Умножаем на сотни. Подписываем строго под сотнями. Пять умножить на два будет десять. Ноль пишем, десяток переносим в десятки. Ноль умножить на два будет ноль. И один десяток запоминали. Один пишем. 3 умножить на 2 будет 6. Складываем 3 неполных произведения. 0, 2, 3, 8, 6. Произведение 68320. Поменяем множители местами. 224 умножим на 305. 4 умножить на 5. 20. 0 пишем, 2 десятка переносим в десятки. 2 умножить на 5. 10. 2 десятка. 12. 2 пишем, сотню переносим в сотни. 2 умножить на 5. 10. Еще одна сотня. 11 сотен. На 0 умножать не будем. Умножаем сразу на сотни. Подписываем строго под сотнями. 4 умножить на 2. 12. 1 запоминаем. 2 на 3. 6. И 1. 7. 2 умножить на 3. Будет 6. Складываем 2 неполных произведения. Почему в данном случае у нас 2 неполных произведения, а в первом случае 3? Потому что, еще раз повторяю, на 0 мы не умножали. Итак, складываем. 0, 2, 3, 8, 6. Читаем результат. 68320. Между ними можно поставить знак «равно». Деление можно проверить делением. Рассмотрим это на примере. 825 делим на 25. Определяем количество цифр в частном. Первое неполное делимое – 82. Ставим точку. За первым неполным делимым одна цифра. Значит, в частном будет две цифры. 82 разделить на 25. Берем по 3. 25 умножить на 3 – 75. Вычитаем. От 12 отнять 5 будет 7. Сносим единицы. Делим 75 разделить на 25. Берем по 3. 25 умножить на 3 – 75. 75 минус 75 равно 0. Разделим. 825 на 33. Вы уже догадались, сколько мы должны получить. Определяем первое неполное делимое. Это 82. Ставим точку. Ставим вторую точку, потому что после первого неполного делимого в делимом одна цифра. Берем по 2. 33 умножить на 2 – 66. Вычитаем. 6, 1. Сносим единицы. 165 разделить на 33. Вспоминаем. Насколько надо умножить 3, чтобы в табличном случае умножения результат заканчивался пятеркой. Это 5. 3 умножить на 5 – 15. 3 на 5 – 15. И 1 – 16. 165 минус 165 будет 0. С primer наum. «Делаем вывод. Каждый пример на умножение можно проверить двумя способами деления или умножением, применяя переместительные свойства умножения. Каждый пример на деление можно проверить умножением или делением. А сейчас домашнее задание. Посмотрите внимательно. Перед вами формула, по которой мы можем найти путь или расстояние. Это слово нам более приемлемо. Чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. Чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. Чтобы найти время, надо путь разделить на скорость. Решив прямую задачу и две обратные к ней, вы закрепите проверку умножения действиями деления. Спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова